Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы начинаем нашу трансляцию. До начала заседания Испоком Веженского комитета остается 3 минуты. Сегодня мы тестируем новый сервис для прямой трансляции. Называется Bambuzer в поисках лучшего качества для стрима. Если вам этот сервис понравится больше, мы будем пользоваться им. Заседание Испокома начнется через 2 минуты. В зале достаточно много людей. Мы видим проектор. Приготовленный. Идляк. А мы еще не знаем, что это будет связано. И когда они закончат. И как наши дела? Да, поставим эту штуку. Ну нет. А тут ополнительную там? Да. А на входе еще нет. А на входе мы в этом вот ставить не будем. Вы же обещали. Нет. Я сказал, что мы тестируем вот этот удар в старом. Вот мы пробуем. Поставим в первой школе. Ну поставим. Поставим. Мы же там будем, наверное, отключаться. Если бы это помогать. Да. Здесь еще прям. У нас прямая трансляция, да. Мы уже включились. Уже работаем. Ждем. Мы уже включились. Уже работаем. Ждем. Да. Но это же акцент для чего же. Я думаю, что надо sih победить, да. Ну можно взять эту через школу на вход а у вас здесь едить. Ну а как выгуги, я говорю. Продолжение следует... 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 Это очень важно, потому что есть наше завдание, чтобы все дети до журнала учебные занятия. И только по важным причинам они могут быть отсутствием на уроках. И хочется отметить таких классных учебников. 8А класс, 10А, Тюшевская, 10В, Дудар, 11В, Вилаш, 11В, Жеребко и педагога-організатора школи Величко. Это именно те люди, которые работают на 100%-вотвижение учебных 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 занятий. Один из важныхunderтов в работе есть подпрацовение списка дятей и эк wichtечискельного века в микрорайонов школе. Как я уже сказала, это тоже является всех подпрацошения, nên они не имеются долго. Об da varлем Sí, о инструкции и эк Critical Довать и экологическом века, все расскажу о rés Avecноп money. В школах у них учاب всего 5 детей с 5 окружающих семей. Эти дети и эти семья как раз установляют для нас проблемой. И над всеми проблемами должны работать все разом, как батьки, так и администрация школ, так и служба оскарок детей. И обыкновенно должен быть больше дневных влиев правоохранительных органов. Потому что все те координационные заседания, которые мы проводим, все те нарады, которые проводятся в школах, они не будут иметь результативности, если мы, соответственно, не будем притягивать батьков до первой ответственности, а правоохранительные органы будут нам в целом допомогать. В целом, все наши дети, по мере возможностей, начали навчать школу, и мы выполним закон про все обучение. Питание, пожалуйста. А относительно регистрации или прописки наших детей, как с теми? Абсолютно регистрации. Все дети, которые учатся в нашей школе, они и зарестрированы, и учатся. И только 100, как я вам говорила, 148 не прописаны, но не учатся. Они учатся в областях, и наоборот, и те, что живут в Комитаревском районе, они не зарестрированы, но не учатся. У нас есть такие дети, которые зарестрированы в Южном районе, а учатся в других школах? Да, выезжают за межи, и у нас есть такие, которые находятся за межами Украины, и, взагалив, инших джазов. Я конкретно по имене, естественно. Я всегда на этом акцентирую внимание. И хотел бы, чтобы ученики полковного, все присутствующие, жители нашего города понимали, что согласно формуленной расчеты, Министерство финансово финансирует и делает нам расчет на одного человека по всем направлениям, в частности образование, медицины, культура, спорт и так далее. Человек, который не зарестрировал, не прописан. Мы на него, у нас есть деньги, которые занимаются в ходе, вот, счет государства. Поэтому я всегда призываю людей регистрироваться, если они проживают в городе Южном, они будут зарестрироваться, когда мы на них получаем финансированные деньги. А те деньги, которые у нас есть на тех, кто зарестрированы, скажем, делятся в среднем начале. Поэтому мы недополучаем значительную сумму бюджетных средств, из-за того, что люди не зарестрированы. И нас эти деньги изымают. Люди живут здесь, пользуются всеми, скажем так, но не льготами, а услугами города. И культура, спорт, медицина, образование. Но мы на это не получаем денег из... Да, да, правильно. Даже эти люди работают здесь, живут здесь, налоги платят у нас. Но эти деньги изымают, пользуются сюда. Ну, вот у нас такие цифры. 164, повторяю. Это те, которые зарестрированы, но не учатся. Это учатся за веками нашего места. И, опять же, 288. Те, которые не зарестрированы и не проживают, они учатся. То есть, разница вставляет 124 учня. То есть, действительно, у нас на сегодняшний день 124 учня. Знаете, я хочу сказать, что очень много людей, которые у меня есть на прием, которые я понимаю, и каждая третья, я подкреслю, каждая третья, которая у нас есть, она не зарестрирована на месте. И дети ее не зарестрированы. Как это можно переверить, но я говорю по факту, как она у нас. Дети, которые прибыли из Донецкой и Луганской областей, такие дети у нас есть, они зарестрированы через УПСЗМ. И мы им даем... ...местка. Они вследствуются постійно, их пребывание в наших школах. Дети або пребывают, або не бывают. И это постоянно такая система. Не мало, чтобы дети пребывали на село и век. И мы еще днем даем областям управления. По-сиге. Моя права, я и всем начальникам, президенту, не говорите с коротченой портой. УПСЗЗМ. Это что, жители нашего места, понимаете, что это УПСЗМ? Ну, жители наши, я не знаю все, жители наши знают. Не, вы знаете, знаете. Управление прав, специальное право. Вот так и скажите. Что-то ваш рассказал. Добрый мой. Добрый. Светлана Николаевна, знаете, по вопросу регистрации, это достаточно сложный вопрос. Потому что мы, например, сколько идем, все директора ведут эту работу. Но есть случаи, вот, и достаточно много, когда ребенок живет здесь, посещает школу здесь, а зарегистрирован у бабушки, потому что там квартира, и люди, так сказать, не выписывают ребенка оттуда по, так сказать, объективным причинам. И мы ничего не можем сделать. Заставить их зарегистрироваться здесь мы просто не можем. Поэтому такой процент тоже есть. Мы никого не заставить, мы не можем никого заставить, но я просто говорю о том, чтобы люди понимали. Чтобы люди понимали. Ребенок, если он зарегистрирован где-то, проживает здесь, на него не получаем никаких денег. Понимаете? Ни на медицину, ни на образование и так дальше. И они должны это просто понимать. Они понимают, но они решают прежде всего свои проблемы, личные проблемы. Так, добре. Нема питаньч? Нема. Нема. Приймаємо? Хто запишу вас? Хто против? Утримався? Приведу. Так, має, хто? На то, в підсумки здоров'яне дають починку дітей і підлітки у міста Юрна в ріпку 2014 року. Здоров'яне закінчилось, терпенційний світ. Все, відповідно того, що потрібно було зробити, ми зробили, закінчилось благополучне здоров'я, ніяких правил не було, і діти отримали і відпочинок для здоров'я, і зараз до дітей запасили. Якщо цікаві деталі, то можна зупинятися, але ми про це говорили багато разів, коли готувалися для самого здоров'я і професно-здоров'я. А був підсумок в області? Такі ж самі підсумки, як і ми, в загальній цьому році вони місця не визначали. Вони просто сказали, що ось таке-то направлення по здоров'я, таке-то район, таке-то, таке, і ще сильне розпорядження обласної адміністрації. Ви нас не можуть? Таталі? Да, Володимирович, там в документах є така таблиця у выделення средств на оздоров'я. Я прошу обратити увагу, що количество дітей, на оздоров'я, а сумма, которая выделялась, одинаковая. Я считаю, що це несправедлива. Там, ну, як це, не, не по второму, так сказать, просто, нет, перед глазами я смотрела в електронному варианту, там було, там, 5,7, что-то такі. 5,7, 5,7. Да, посмотрите, 74 человека, 5,7, 140 человек, 5,7. Тоже так сказали. Так, так сказали, що вже даються гроші на дітей, кілька в категорі. І тому, що із цих 24, скільки дітей у вас в кілька категорі. Ви в школах совершенно одинаково? Ви в школах віде? Не, то 9, 129, 74, 140, 153. Не, я именно це 200 мило везу. Так воно і далі йде. Тобто загально, а то за 350. 490. Так, 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 так. 1,1. Да. Ну, давайте, групуйте. Так, ще, будь ласка, доуважені. Нема. Проект рішення про погодження внесення змін та доходів до задатку рішення Южницької міської ради від 19-12-2013 року про затвердження заходів та завдань програми реформування розвитку житлово-комунального господарства до 100-ю року в 2014 році. Так, 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 так. А вот те, що ми говорили по освітленню, освітленню, освітленню і іллюминацію, де у нас адресу. Адресу? Просто ми говорили, не, ми покиємо до нового года з'явилися. Ну, ще не передавали нам, ввески, пока мы ще... Кто должен овесок передавати? Ну, нам не передали на баланс іллюминацію, ми ще не сложили калькуляцію. Ну, а коли успіхи до нового года з'явилися? Без программы, без нічого не надо? Воно на балансе... Ну, воно на балансе... Воно на балансе у Липондахаремянного война, мы на работу не будем. Либо фонд принимает подолго... Воно работает... А де не? В этом году однозначно... Воно на балансе у Липондахаремного война. А до нового года, я ж писяю. Делали до нового года. Ну, я... Как... Ну, новый год... На новый год город должен быть засвящен. Пообещают? Ну, обещаю. Обещаю. Обещаю? Нет. Не пообещаю. Я не знаю, кто обещает. Я... Я вам еще раз говорю. Я больше повторять на этой... Я больше повторяться не буду. Знаете, кем больше поднимать я не буду. Я сказал. На новый год полностью город должен быть освящен. И иллюминация должна быть такая, как была в прошлом году. И не дай вас Бог. Хотя бы одна лампочка не будет гореть. Я тут... Все. Эта тема закрыта. У нас, когда говоришь о чем-то, всегда находим причин. Я сколько уже времени прошло... И вам, и сколько времен вы делали? Прошло... Сколько? Нигера прошла? Ну, нигера... Ну, уже прошла. Сейчас они будут на выходе. Потому что сессия пройдет. И с полком пройдет. А изменение в бюджет. Ну, не изменит. Потому что скажут, что не успеют. Так считайте сутки. 24 часа сутки есть. Считать надо. Я еще раз повторяю. Не доведи Господь. Еще раз говорю. Если в городе будет проспект Ленина, Григорьевского десанта, все будет темно. Все будет темно. И вот это все, что висят эти дронзли. И не попадая. И гореть не будут. Будете иметь большие неприятности. Я на эту тему больше говорить не буду. Или вы хотите, чтобы я сам взял лестницу и сам это делаю? Вместо того, чтобы улучшать, мы идем ухудшается положение денег. Потому что никто не хочет этим заниматься. Это есть. У нас всегда есть проблема. Затронем какой-то вопрос. Есть проблема. Не как решить, а как не решить. Исходим от обратной. Да считайте. Не считайте. Вы говорите, времени нет. Я говорю, 24 сутки есть. Вы это можете за три дня посчитать. А вы будете месяц считать? Нет. Лучше. Вы считайте. Не считайте. Финансируйте. Не финансируйте. Но я говорю, что город был освещен. Все. Какие вопросы, господану? По данному проекту решить. Нет? Кто за прошел? Против. Время. 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 Так, проект решения про внесения изминов因為 финансового плана в коммунальном инфед Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Позапрошу. Проти. Утрималось. Про погоджение мисковой программы, поддержку редакции газеты новин на Южном, засновником якої є Южнская миска рада в 2015 году. Нема грани? Позапрошу. Проти. Утрималось. Про присутствую экономичного социального развития миска Южного за 9 миски в 2013 году. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые члены полкома и всех институтов ищем. Ежеквартально управление экономикой взаимодействует со службами города имея в основании данные предприятия и организации наших распорядников бюджетных распорядителей бюджетных средств сводит итоги развития нашего города за тот ивременный квартал. Чем же отличается 9 месяцев 2014 года от того, как мы жили ранее? Ну, хочу отметить следующее. Город развивается позитивно во всех направлениях. Может быть, где-то эти темпы немного снижены, но темпы позитивного развития есть и остаются. Они касаются объемом реализованной промышленной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 16,6%. Груто оборот акватории порта вырос на 7,3%. Задолженность населения с дожилищно-коммунальной услуги снизилась на 27%. Природ численности населения увеличился, но не так как бы нам хотело на 0,4%. Численность новорожденных увеличилась на 23%. Уровень доходов до городского бюджета 117%. И доходы на душу населения составили 5,240 гривен. Теперь конкретно. Итак, что касается раздела промышленности. Прорушенность в нашем городе представлена несколькими крупными предприятиями. Основные из них это Одесский приходсовый завод и предприятия Дельта Вилма. Затем идет икольный завод иконно, Юж Про сервис и так далее. Что касается реализации, то наибольший удельный вес реализации продукции составляет 75% предприятия Одесский препортов и завод 4 миллиарда гривен. Дельта Вилма сегодня 24% и только 1% составляют все остальные. Перед докладом на оперативном совещании Владимир Николаевич Сделали такое с интервал внимания Валентина Павловна, а что же происходит с выпуском продукции на этих предприятиях? Не только ли цены повлияли объем производства Объем производства Объем производства говорю Темп производства 9 месяцев прошлого года Пармиаку 87%, Минеральное удобрение 96%, Карбонит 96%, Газы промышленные простые 175%, Газы промышленные сложные 138%, то есть трипортовый завод перекрывает темпы роста 9 месяцев по объему выпуска продукции. Что касается предприятия Дельта Льюмор, темп роста по Ании всего 150%, темп роста 9 месяцев прошлого года по выпуску продукции. Хлебопулочные изделия, если за первый квартал темп роста был 96%, за второй 101%, за третий квартал темп роста по предприятию Южницкая предпринимка составила 109,2% именно в натуральном выражении. Продукция изделий из стекла до 90%, ну и снизу. То есть как мы видим не только результат повышения цены, но и результат эффективности работы наших промышленных предприятий дают себя знать. В целом пределах области мы так и остаемся на уровне 25-27% от всего выпуска и реализации промышленной продукции по области. Что касается транспорта, ну можно сказать, что результаты у нас также являются уникальными. Я попробую вам назвать несколько целей, а вы сделаете выводы. грузооборот акватории порта Южный за 9 месяцев этого года составил порядка 34 миллионов тонн. Это 33% грузооборота всех портов Украины. Грузооборот только нашего порта вырос на 7% для сравнения. грузооборот Одесского морского порта вырос на 12%, но их объем составил 17 миллионов тонн, а не 33 как акватория нашего порта. Грузооборот Ильичевского порта вырос всего лишь на 5% и составил только 12 миллионов тонн. Вот цифры, о которых я сегодня докладываю, что город, пусть даже не так в них ход, но развивается позитивно. Лидирующее место мы принимаем по объемам перевалки грузов. В объеме перевалки грузов порта в основном руда и могу сказать оцельные виды продукции, наибольшую часть. 15 миллионов перевалено это руды, угля порядка 2 миллионов, зерна порядка 6 миллионов тонн. Негативные тенденции наблюдаются у нас в объемах выполнения строительных работ, а именно снижение строительных работ на 27%. В жилищном строительстве ведем вкладацию живой дом на 270 квартир, застройщиком которого является Люблинг. снижение что еще характерно для нашего города. Среднемесячная заработная плата за сентябрь, она также выше, чем 6 тысяч грн. 6 припортовый завод 6 841 грн. Предприятие Дельта Вилмар 7497 здравоохранения 3031 грн. Образование 2995 при том, что по Украине образование имеет 2393 то есть мы на 600 грн. чем среднее по Украине в образовании и в здравоохранении 2761 у нас 2300 где-то на 300 грн. тоже выше, чем в целом по Украине. Как бы тоже совсем не сравнить с данными предприятиями, однако это то, что благодаря думаю и правильному формированию бюджета и подходу к распределению его зарплата выплачивается своевременно без задержек и без остальных. Я хочу чтобы вы посмотрели. Чем больше зарплата на предприятиях, тем больше денег в бюджете. А бюджетная сфера это пользу ну как пользу те деньги, которые зарабатывают предприятия. Правильно? В начале. Да. И поэтому если Дельта-Вильмор сегодня самая высокая зарплата 7200 7400 это значит они подоходный налог в бюджете у них тоже очень и очень высокий. Потом за этих денег мы даем зарплаты и содержим социальную инфраструктуру. Чем выше эти деньги больше денег будет возвращаться. не сравнить подоходный налог из 7400 и подоходный налог из 200. Платите нам тоже 7000 мы уже будем подоходить налог в бюджете. Город остается лидером Одесской области и по темпу роста численности жителей. Мы сделали такую табличку. У нас природный природ за 9 месяцев составил 61 человек миграционный 64 то есть к нам прибыло 125 жителей за этот период мы увеличили. Одесская область уменьшилась на 2200 жителей и сегодня ее численность составляет порядка 2380 миллионов 380 тысяч. То есть все остальные кроме города Южного с позитивным показателем темпом природа сколько город Теплодар еще идет с нами все остальные показывают отрицательные кайфы. Еще раз повторю что за 8 месяцев этого года родилось в городе Южном 232 повыша это на 23% больше чем за 8 месяцев детей родилось 23% больше прошлого года. Что характеризует разуме мелкого и среднего бизнеса в третьем квартале экономики города у нас закрылось количество физических лиц 582 так и осталось они открываются 5,8 закрываются а физических лиц предпринимателей у нас по состоянию на 1 октября 1615 человек с чем это связано с упрощенной системой закрытия предпринимательской деятельности и закрылось порядка 23% предпринимателей то есть те 2,5 тысячи которые номинально были но не могли работать сегодня приедены соответствии и тенденция по закрытию мелкого бизнеса со всем физическими лицами предпринимателями она остается в актуальной предпринимателей не в состоянии платить сегодня единый налог единый социальный внесок на себя за наемный труд и вынуждены упрещать свои действия а в целом все результаты не отложила работаем живем рождаемся Валерия Павловна скажите уточните пожалуйста для присутствующих миграционный прирост это подразумевает только тех кто официально зарегистрировался это без учета тех более 10 человек которые к нам приехали только которые прожили регистрационную службу по данным регистрационной службы мы сделаем такую книжечку вот если там последний 5 лет 8 лет посмотрим как она есть динамика во всем строительство сдано с квартир за погода бюджет бюджет медицины бюджет образования спорт культура ну все социальные скажем так это будет интересно я вас уверяю у нас практически нет ни одного направления чтобы был какой-то спад именно социальное направление динамика если можно заключение одно уважаемые члены исполкома и присутствующие управление экономики под руководством заместителя из замок Владимира Николаевича приступило к разработке стратегии развития города до 2020 года есть стратегия развития Украины одобренная президентом Украины есть стратегия развития Одесской области мы набрали много материала в электронном виде мы можем направить все пожалуйста не будьте ну как бы рядом будьте вместе с нами давайте вместе делаем предложение по развитию нашего города давайте предложение они обязательно будут учтены для сих пор сих пор председатель бюджетный маргарбин адреса как сейчас так хорошо вопрос есть кто за данный проект против управления единственная правда бездревоупреждения среднего заплаты как вы назвали 2700 ремня уже уточнили Там все, все они взяли здравоохранение в порте завода, здравоохранение, которое финансируется из мясаевого бюджета, 2700 гривен. Продолжение программы организации кочевания ученик ТВ Ковальцем в начале захода месяцев в 2015 году. Принятие данной программы касается качества обеспечения школьными обедами, завтраками, полниками детей, которые обучаются в трех школах, потому что Игорь Андреевич, он питает деток отдельно. Данная программа рассчитана на то, чтобы штатное расписание комбината детского питания, которое сегодня имеет минимальную численность 30 штатных единиц на три школы, на обучающие детей, могло существовать в связи с тем, что существует ограничение торговой нации. До 40% на виды изготовления продукции, обедов, завтраков, то разработана программа поддержки комбината детского питания, или того, чтобы дети могли качественные обеды, завтраки и полники получать как утром, так и натром. Продолжение следует... 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 мусора, пожарные, медицинские и прочие проезды. Поэтому надо обязательно предусмотреть две площадки пятна выделить для дальнейшего уровня стоянки. В данной документации предусмотрено 4 такие площадки. А то, что мы говорили, что в улице Приморской, вдоль от Валерья, и туда до Милениума, с левой стороны, там же есть специально там... И площадки такие уже предусмотрены а то 4 площадки нет, Игорь Николаевич. Сколько у нас транспорта на территории жителей 1-й и 3-й метро-район? Вы понимаете, как площадь этого штата? Ну, у нас, Игорь Николаевич, у нас каждая вторая машина, каждый второй иний гараж. Под наш гараж, мы когда-то рассчитывали, подсчитывали, что у нас количество, года два назад, я помню, что у нас количество машин, соответственно, количество гаражей. Но, к сожалению, те гаражи, которые называют... Как это? Подземные гаражи. Петро и таких гаражей, они, к сожалению, там машины не держат. Понимаешь? Там есть мастерские поделали, там есть... солей не держат, там... Ну, все что угодно, только не машины. Понимаете? У нас сегодня гаражей катается. Вдруг еще те стоянки, которые я там запроектировал, я думаю, что там много больше, чем машины. Так. Дорщ, уже побережье моря. Здесь у нас предусмотрено, и этот клуб с морским вокзалом, также предусмотрены проезды к нему. Вот здесь продолжается, как вот, отображена улица Приморская, которая пришла на тот берег. Здесь предусмотрены, вот еще площадки, да, в парковке транспорта. Здесь еще одна площадка, которую уже официально создали разрешенный землеотвод. Предусмотрели также, у нас получается в нынешний момент, все ленивые стоки, которые собираются с города, уходят без очистки в море. Здесь предусмотрено, уже сделаны землеотводы, и больше дальше будет делать спроектирование. Очистные сооружения для ленивых стоков, резервуар, для накопления уже очистенного электронного схода в технологических нуждах. Также мы отработали, здесь у нас идет набережная вдоль всего моря, под форму стен принесли, пересмотрели, переработали те объекты, которые есть. Подлучается, у нас есть, например, здание пир, кафе. Значит, мы его переработали и отнесли чуть дальше от моря, потому что в нынешний момент оно не очень сочетается с тем, что мы планируем набережную, потому что она очень близко стоит от моря. Поэтому мы ее немножко отнесли, и между набережной и этим кафе уже предусмотрели как летнюю площадку. Предусмотрели также трескательные бассейны, фонтаны, смотровые площадки, общественные туалеты, торговые объекты предусмотрены. Предусмотрены детская площадка, которая в нынешний момент есть. Детская кафе предусмотрена. Переработали кафе Валерию, тоже по-другому пересмотрели его. Дискотеку остров переработали, по-другому тоже рассмотрели. Здесь у нас также размещение водно-спортивного комплекса с причалом в гостинице, отображенными линиями, которые в нынешний момент есть. И предусмотрели также перспективный объект с широким спектром назначения, в том числе и с восточным комплексом. Центральная часть, вот это вот. Это водно-спортивный комплекс с причалами для яхт, состиницей, спортивными залами. Давайте, Надежда, о реале. Это перспектива. Мы говорим о реале, то, что делается сейчас. То, что делается сейчас. От миллениума до Валерии до Валерии. Давайте до спуска к морю. Вот эту часть. Мы делаем в этом, в 2015 году полностью, 100% набережную, с куски к морю, центральный код к морю с арками. То, что сегодня делается. Это реально. Это сегодня осуществимо. В следующем году, в 2016 году. В 2015 году мы завершаем все то, что я сказал. Полностью полили. В общем, там у нас работает, Игорь Петрович, там где у нас работает дизайн по ландшафтным дизайнам. Сейчас там подводим воду. Практически весь парк будет поливаться. Делается дорогу. В общем, это то, что мы делаем. 2016 год. Мы, по-моему, в 2015 году, попланируем в 2016 году, завершить набережную. Проверли до этого центрального нашего пляжа. Правильно? До этого кафе, что там построили. И аж до... У нас здесь получается есть пляж? Есть. Продолжение. Продолжение. Да. Вот это будет следующее. Продолжение набережной. Это мы заканчиваем в 2015 году. Я уверен, что мы его должны закончить. Не просто в 2015 году. Мы его должны закончить до начала пляжного сезона. До 1 июня. Это поставленная задача. И работы сегодня идут. Так. Вопросы. Вопросы. Проблем 되ться. 20 вопрос. 20 вопрос. 20 вопрос. Во snackе. Проти. Утримали. В economies困 jullie? То запись. и не смотрел у нас на строительство набережной и то что есть и когда смотрят с набережной на это просто шанхан это просто эти будки обшарпаны и там крыши там такое творится портит весь вид всего пляж поэтому серий николаевич просто мы с вами говорили мы ни одного сооружения не будет на песке ни одного сооружения на песке строение которое будет мы с вами говорили мы углубляемся в этот отход земли сколько четыре метра два метра углубляемся с песка и там делаем единую форму для того чтобы мы не испортили весь вид всего пляж на всей пляжно-парковой зоны я вас уверяю что этих будут эти вот все то что там есть в этом году не будет настраивайтесь меня услышал я думаю предпринимателей готовьтесь уже сегодня чтобы не было проблем следующем году весной и клетки мы с бюджета вкладываем огромные деньги пляжно-парковую зону я думаю что и бизнес должен хотя бы что-то вкладывать в свой бизнес в свой я не прошу нам делать городу что-то нет а свой бизнес нужно делать так чтобы это было эстетично чтобы это было доступно и красиво то правильно по честному мы вкладываем деньги для того чтобы привлечь людей на эту территорию чтобы они могли пойти на пляже пойти в ваши там заведения кафе там я не знаю забегают какие-то там но вы должны сделать так как будет рекомендовано и утверждено городским советом депутатским корпусом по предложению архитектуры я просто хотел бы чтобы на этом застрелить внимание никаких будут никаких там просто наливает на пляже не будет это нормально и принципиально так наступное питание про розгляд святу про виконание мюзького бюджета мюста южного за 9 месяцев 2400 это изменение это изменение это изменение и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 мы получаем технические условия получаем дополнительные кВт у нас эксплататор ЖЭК платит за лимиты да, платит за лимиты а реконструкцию действительно происходит уже управление электричеством хотя бы не в ту сторону товарища на руле вы технические условия кто получает тот кто эксплата на балансе в ком находится в ком находится в ком находится я в прошлой неделе привели общую новость неделю назад все было понятно что случилось за эту неделю я не буду врубить это все а что проект сделать деньги выделены что не заказали проект технические условия надо получить когда заплатишь за лимит а кто эти вопросы поднимал мы пошли по пути на меньшем сопротивлении ну как нет? ну просто сняли деньги и все ну что может быть проще? ну что может быть проще? взять снять деньги из лимита то есть с бюджета и все есть деньги и есть проблемы нет денег и нет проблем правильно? ну правильно ну что вы вы со мной советовали вы сильно у меня в кабинете сказали что нужно этот вопрос решить? ну почему мы есть как только настолько в городе появляется есть направление приняли определили идем 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 раз тупик какой-то тупик да? его нужно принадлежать? нет! мы два шага назад сняли вопрос и забыли я сегодня это могу сегодня на совещании буду говорить по бойлерам точно так же шли 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 го шли дошли до тупика какого-то раз сняли забыли теперь по этому освещению идем 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 раз сопротивление надо там лимиты а как? а кто будет? да некому сняли вопрос ну разве так можно решать вопросы в городе? да меня год мы год этим занимаемся оказывается пять не успеем ну что ты скажешь ну почему мы ну почему мы любой вопрос идем по пути на меньшую у нас пример живой есть гараж ну такой он как бы на гараж окон с полком машины есть ну сейчас пусть покраснеет начальник у нас теплокоммунер я ему год говорю там прогнили там нету тепла в гараже да Владимир Николаевич да пришла зима водитель говорит я машину помыть не могу я говорю и что нам воду отрезали спрашиваю теплокоммунера а что воду отрезали Владимир говорит у нас же замерзнуть может я говорю подождите тепло сделать он пошел по пути на место он отрезал тепло и воду никакие проблемы раз и проблемы возникли нет он от них избавился он просто отрезал тепло и воду понимаете это мэр говорил ему просил его это ж не собственность чья то это собственность коммунальность собственность города так легче так легче так легче с этим так легче с болерами с любым вопросом как только упираемся в какую-то проблему мы его снимаем чтоб его дальше не решать и сегодня мы так тоже на печете снимаем 45 тысяч был проект люди занимались но его надо было как-то решить раз было принято решение сессии областного совета раз было сессии городского совета выделенный день но этот вопрос отработали да меня не интересует работали что вы деньги снимаете потому что чтобы решить этот вопрос такой причины так надо было прийти решать надо было прийти ко мне начни насели Юрий Николаевич все ли вы думали как его решить а я первый раз слышу еще такой был когда-нибудь вопрос чтоб мы зашли в тупик и вы пришли ко мне в кабинет и мы его не решим зачем это была именно работа я понимаю от него нужно избавиться нельзя так решать вопрос я вас очень прошу так нельзя мы никогда в жизни ничего не сделаем если бы я так шел где-то в какой-то тупик был и мы уходили в сторону да мы бы ничего не построили ничего бы не построили сколько сопротивления всегда есть проблем сколько возникает в решении любого вопроса любого я не знаю там теперь теперь ну что теперь делать уже понятно осталось полтора месяца мы проект не сделали а мы людям только обещали люди там на МИЗе мы сказали они уже успокоены что выделять деньги на проектирование мы сказали тогда я помню мы деньги выделяем на проектирование они за свои деньги сделают освещение что-то такое там было у нас какая-то аваренность была было 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 такое что мы 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 проект а не строительство да было строительство 700 тысяч строительство ну хорошо мы сейчас тут и это заговорили мы этот вопрос тоже заговорили суд даже здесь не в решении сколько там что-то в суд в подходе решение вопроса вот в чем вопрос в суд решение вопроса как мы его решаем то есть сняли ее на комиссии на комиссии на комиссии да почему кто ну я откуда знаю у меня неделю не было я знаю что у нас сегодня школа и садики все подключено за лимит еще не заплатано за проект только будем деньги выделять а школа и садик уже до конца Владимир Владимирович вопрос к имитам не стоит впереди наистья не решается одним вашим звонком поэтому это вопрос это вопрос уточнение снятия денег надо восстановить а вы решаете вопрос уточнение лимитов а как вы решали уточнение лимитов на сад, на больнице и на школу тем более что все наружное освещение на миде да раз то было не раз по лимитам школы и садики на сегодняшний день лимиты не имеют тем не менее установлены можно все а не работают но я же проект еще не имею мы без проекта все сделали а мы имели а мы имели и сегодня не работают и получили 100 кВт и вопрос решился на протяжении 15 минут письмом мэра так самый цей вопрос решается я не знаю ну я же еще раз мы сделали хорошее дело пошли поснимались нет вопросов второе дело что мы заплатим на спину и сделать проект и до конца и до конца будет спросить а где эти проектанты что вас направили до вас месяц назад я же тебе их не знаю не знаю последний разговор с проектантами когда был проектанты знают что они выполняют работу за как уже день мы снимаем из бюджета они же не знают они же продолжают работу выполнять конечно люди продолжают выполнять проекты и деньги сняли логично если не точно работаю веду веду точно за процент проекта мы деньги сняли что объясни ситуацию они позвонили проектанты и сказали что надо заплатить Google энерго 50 тысяч за лимит и тогда мы получим и хроники тупец сказал Владимир Николаевич у меня не было на блоки до Владимира Николаевича говори возникла проблема НАТО 50-е если Владимир Николаевич без сголов жела ты отказываешь почему ты взял на себя смелость снять этот вопрос о усмотрении почему ты взял на себе смелость такую тем более я вчера целый день на работе почему я не проинформировал Валерий Кузьмин, Пап совершился давайте думать что делать ничего не свершился Валерий Николаевич время наше есть размером выставляем денег если надо на лимиты добавляем на лимиты А при чём тут уже 25 рублей? Возьмёте письмо от мэра, так как мы взяли на 100 кВт, мы на 100 кВт. Возьмёте письмо от мэра и порешайте. Что ты делаешь? В школе письмо Майя Петровна пришлось, но под письмо Майя Петровна нам расскажешь. Давайте, мы деньги оставляем, нам решили там другого снять. Ну так пусть, пусть Петровна оставляем и будем планировать. Так, хорошо, ещё питание. Не, Владимир Николаевич, если уже оставляем эти деньги, то надо 50 тыс. добавляти за лимит. Не надо спешить с этими вопросами, потому что они всё в цём году. Можут не провести экспертизу, они сделают проект и выполняют. И выполняют, и вы измуте... Роман Васильевич, если за это делаем первойство, они пройдут в этом вот всё. И если я буду это контролировать, они пройдут в этом вот всё. По лимитам, по лимитам, мы не говорим. Даже если это, их будет на уни, будет на баланс? Если обл.н.р. делает и ставит все в на баланс? А обл.н.р всё равно, кому? Обл.н.р. на 3-х генера. И я тебе знаю, это не в Киеве. Это лимитам, а не в лечении лимитам. Надо чего-то снимать. И ещё 50 добавлять, и 45 надо числять, и 50, и чего-то снимать. Да, 100 тыс, что формат. Да, проект нет вопросов, а лимитам. Давайте мы сделаем так. Давайте мы этот проект поставим до сессии. Мы снимаем. До сессии у нас ещё время есть. Мы уточняем всё обл.н.р. Посмотрим, решать вопросы. Если мы посмотрим, что там по лимитам, как мы будем решать. Решим? Решим? Нет? На сессии можно тоже его снимать. Договорились? Да. Просто завтра. Проти укреплений. Родоткую вопрос. Кто за завершение финансового плана работы Южно-Московоу коммунального союз-транс? Понимаем? Кто за? Так. Проти укреплений. За завершение финансового плана работы коммунального союз-транс? Да. Кто за? Розглядали на кемисера? Про задержку финансового плана работы коммунального союз-транс? Про задержку финансового плана работы коммунального союз-транс? Это сервис. Кто за? Проти укреплений. Так. Закритых сегодня нема. Так. 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 Какие вопросы есть? До меня или где-то? Ну, дорогой. Пошли давно не мое время. До завода. Здорово. Спасибо. Спасибо. Можно вам опять интервью? Давайте сейчас сройдем, только сообщать. Мы быстрее. Или вы встаете? Я хотел бы что-то разбирать. У нас сейчас прямой эффект просто, и мы можем вот буквально. Хорошо. Все, все. Ну, идем. Маскемсец? Нет, не знаю. Пойдем туда. Все нормально, да? Сергей Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, более подробно, что у вас за проектный план, насколько он реальный? Вот если вы видели, сколько в процентном соотношении? Так. Данная документация является этапом, скажем так, имеет период срока реализации. Это 10-15 лет. Значит, большая часть объекта, которые там указаны, уже себе отводы сделаны. На основную, наставшуюся часть уже планируется реализация проекта. По благоустройству тоже уже все работа выполняется, потому что данная документация уже, часть благоустройства уже проходила по очереди сессии еще в 2013 году. И на основании это уже по год сконсирование, действительно, по 3-8 парку. У вас там было задействовано побережье с двух сторон? Мы, да, берег Ставка и берег моря. А эта территория принадлежит Южному? У нас получается, что в данный момент берег Ставка с нашей стороны, потом вся гребля наша, и уже потом уже по той стороне, как бы, болото, уже тоже наши земли, тоже наша организация. И в пределах границы города Южного мы отработали территорию. Вы говорили о том, что будете как-то двигать или менять предпринимательства? Да, закладываем. У нас есть, как мы все знаем, пир, или середине тумана, или красная шапочка, что он не вписывается в общую концепцию развития Южного парка. И поэтому мы закладываем, что как желательно было бы его поверить строю. У вас есть еще какие-то предложения к предпринимателям? А как вы будете с ними этот вопрос решать? Они идут на эти все изменения? На нынешний момент пир не в состоянии ничего сделать. В целом объекту. Дискотека Остров уже сделала, как бы, там реконструкция запустилась. И городсовет она уже пошла, продолжение нового. И там под территорией мы складываем перспективу, как бы, что мы хотели все равно видеть в будущем на данном месте. То, о чем говорил Владимир Николаевич Новацкий, про то, что в этом году все будки на пляже будут... Сейчас на нынешний момент мы отрабатываем части от маяка и в сторону обрыва, в сторону, так называемых, афилактории. Мы уже отработали, сделали у нас два варианта проектных предложений по данным сооружениям. Также планируем просмотреть, может быть, еще какой-то вариант отработать. У нас основная идея была в том, что на нынешний момент у нас уже есть, как бы, частично набережная средняя терраса. И когда проваливаешься и смотришь вниз, то открывается не очень хороший вид на эти блюдки. Поэтому мы отработали вот именно с видом визуализации, чтобы это было и функционально, и красиво, и приятно глазу. Вот с этим еще вынесли на комиссии, на депутаты. А как Вы сможете повлиять на этих предпринимателей, чтобы они все-таки изменились? Ну, скажем так, у них сроки действия поспортов тоже ограничены. Поэтому, если сессия утверждит новые архетипы, они не смогут продлить и получить новые документы, пока не будут придлить длину в соответствии как-то в децессии. По поводу углубления на 4 или на 2 метра. Потому что, когда мы были на набереже, мы говорили про 4 метра. Да, у нас есть уже проект. Закладывалось задание тогда еще опцию на 4 метра. Но, когда проектировщики просчитали, что получилось, что если углубиться на 4 метра, нужно делать два ряда свай, чтобы купить. И они сделали один ряд свай, и это углубление только на 2 метра сделали проект. И мы уже прошли экспортизу, и уже появляем тендеры и ищем подрядчика. На углубленном счете 14 метра будет появиться свай. Да, на 14 метра. Но еще пока что подрядчика. Проводился тендер. Подали заявку 2 организации, одна из которых не выполнена полный пакет, никто не подготовил, поэтому термин состоится. Вереми заново ищем подрядчика. Пожалуйста. Так, мы сегодня ввели прямую трансляцию с заседания Южницкого исполкома. На сегодня трансляция закончена. Послезавтра состоится заседание сессии депутатов Южницкого курсовета. Мы также будем вести трансляцию в прямом эфире на наш сайт Репост. Так что до следующей встречи в прямом эфире. Субтитры сделал DimaTorzok